Я прежде всего хотел бы поблагодарить за организацию данного форума, заседание очень полезное и тема, которая обсуждалась, очень актуальна для нашего общества в целом. Этот вопрос нужно более широко популяризировать именно в общественной среде, потому что мы видим, что те комиссии, те организации, которые создаются сверху, они неэффективны и носят другой характер и цели. Это первое. Второе. Разговор действительно состоялся противоречивый и как бы предупреждение об этом в самом начале было выступление ведущего организатора. Это нормально. В этом состоянии сегодня пребывает все наше общество. Это говорит о том, что для нас всех сейчас очень важна историческая правда. Историков много, мнений много, а фальсификации более чем достаточно. Вот фальсификация истории как метод подавления народного духа. Я бы сказал еще русского духа именно, понимаете? Что это означает? Это заведомое искажение информации о прошлом народа с целью воздействия на его генетику. И это идет в целенаправленное и умышленное воздействие на генетику народа уже не одну сотню лет. Об этом Фурсов очень хорошо говорит и здравую мысль его я услышал в том, что нужно создать новую науку о жизни общества в целом. Более того, я хотел бы внести в резолюцию две существенные, так сказать, поправки. Вот недавно состоялся с участием президента заседание госсовета, где он объявил о праздновании праздника государственности России 1150-летия. Я категорически возражаю против такого утверждения. Я утверждаю, что это ложь. Я призываю всех, кто понимает, о чем я говорю, выразить свое несогласие с такой постановкой вопроса. Факт о том, что Россия существует более тысяч лет, уже доказан и опровержению не подлежит. Это первое, то, что должно сделать сейчас общество, не принять вот эту очередную фальсификацию, которую внедряют в сознание народных масс. Это первое. Второе. Вопрос по поводу вот десталинизации, да, которые подняли Федотов и Караганов. Тоже внести отдельным пунктом вот в эту резолюцию, да, потому что это действительно важный вопрос. В обществе есть понимание, куда эта заказная проекция ведет, какие цели преследуют. И почему вопрос так остро стал в народе? Почему вот народ за Сталина? Ведь две ключевые фразы мы не слышим. Сталин для русского народа сейчас это олицетворение вот этого самого народного духа, который стал на пути вот этих планов мировой элиты по уничтожению Руси, понимаете? И благодаря Сталину русский народ не был ввергнут в так называемую мировую революцию пролетариата. И это нужно учитывать. Но речь не об этом, речь о том, что мы с вами живем в год 7521-й от сотворения мира в звездном храме. Это еще одна фальсификация тысячелетней истории Руси, понимаете? 7521 год. И только Петр Первый отменил своим указом этот календарь. И все люди об этом знали. Почему об этом не говорят историки? И ведь большинство специалистов знают об этом. Вот где ложь. Вот с чем нужно бороться нашему обществу. Это очень важно. Я благодарю вас. Извините, если резко эмоционально. Ну это... Спасибо.